здравствуйте мы с вами на портале exeget.ru и меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин давайте сегодня поразмышляем таким вопросом почему так жесток бог ветхого завета когда мы читаем ветхий завет а христиане должны его читать мы не можем не поразиться той строгости бога того количества крови которая там льется как человеческой так и животной и когда мы заканчиваем читать ветхий завет и начинаем читать новый завет нам кажется что все по-другому бог здесь добрый нет никакой крови кроме крови иисуса христа ну и и и как будто кажется что это два разных бога на самом деле этот вопрос задавали много-много раз и даже бы были такие ереси которые говорили что бог ветхого завета это один бог а бог нового завета это другой бог это два разных бога прежде всего такая такие ереси связаны с именем маркиона синопского и вот вот это учение о двух разных богах но очень-очень очень живучие и многие христиане сталкиваются с этой проблемой давайте попробуем ответить почему жесток бог нового завета ну и как бы и почему так добр бог нового завета и я как преподаватель ветхого завета люблю одну такую шутку что каждый преподаватель ветхого завета хочет либо написать либо прочитать книгу которая бы называлась так о жестокости нового завета нам это кажется так странно какая же жестокость в новом завете но давайте задумаемся и проведем некие параллели говоря о жестокости ветхого завета люди часто говорят вот там побивания камнями а в новом завете нет да в новом завете бог не повелевает грешников побить камнями но в новом завете есть учение о вечных муках о гиене огненной а наказание за греш наказание за грех наказание грешников и если ветхом завете бог наказывает грешника руками человеческими то в новом завете это божие наказание и так бог как наказывающий действует и в ветхом завете и в новом завете еще когда говорят о кровавости и жестокости ветхого завета приводят кровавые жертвоприношения то есть жертвы которые приносились богом и сравнивая с новым заветом говорят ну вот в новом завете мы жертвы не приносим зато христос умер за нас и вот только единственная жертва и теперь мы богу только молимся они режем животных да это так но чтобы понять почему бог требовал кровавые жертвоприношения ветхом завете почему их нет в новом завете давайте немножечко подумаем а зачем нужны были эти жертвы конечно богу не нужны ни кровавые не бескровные жертвы и обычно говорят люди что эти жертвы нужны для людей хорошо отлично как что это значит наказание за любой грех является смерть любой грех даже самый маленький требует наказание и наказание смерти это и в новом завете и в ветхом завете но бог на самом деле не хочет чтобы люди были наказаны он хочет чтобы люди имели возможность измениться исправиться покаяться и господь дает людям такую возможность возможность покаяться но чтобы человек покаялся он должен понять насколько грех это серьезно насколько грех это это опасно и вот для того чтобы люди понимали бог и дает людям жертвы человек берет самое лучшее животное самое дорогое животное и он приводит это животное к храму возлагает на него руки исповедует свои грехи и закалывает это животное в тот момент когда он закалывает это животное он должен понимать что на месте этого животного должен был быть он и только милость божия только любовь божия делает возможность покаяния возможность жить дальше жертва закалывается проливается кровь бог видя покаяние человека видя что он исполняет его волю принося жертву прощает этого человека прощает те грехи которые человек совершил но священное писание нового завета говорит нам что вот тех ветхозаветных жертв было недостаточно почему потому что никакая жертва не могла дать человеку полного очищения от грехов и не могла сделать его совершенным и соответственно никакая жертва не могла дать человеку вечную жизнь пока человек живет на земле он с богом а вот когда он умирает что дальше изучая новый завет изучая наше богословие станции ясно что было с людьми в ветхом завете когда они умирали они умирали и шли в то место которое по-еврейски называется шиол или по-гречески ад и в этом аду они находились не надо представлять ветхозаветный шоу или ветхозаветный ад в виде места мучений нет это скорее место где нет ничего очень плохого но нет ничего хорошего и самое главное там нет бога и вот люди там находились христос сошел в этот ад разрушила вывел праведников оттуда но пока христа не было все люди шли туда почему потому что никакая ветхозаветная жертва не могла дать исцеление исправление очищение чтобы люди не попадали в ад для этого нужна была особая большая жертва и эту жертву приносит не человек это жертва принес сам бог но давайте вернемся вот туда ветхий завет зачем же все-таки нужно было приносить жертвы может быть можно было избежать эти жертв нет жертвы нужно было приносить еще раз для того чтобы понять насколько грех это серьезно насколько требуется покаяние насколько велика милость божия которая дает возможность умереть другому вместо человека для этого нужны были жертву и эти жертвы приносились верующими и бог давал тем людям которые приносили эти жертвы возможность жить дальше пока не пришел христос и не принес такую жертву которая была полной и смогла дать нам очищение от грехов святой апостол ангелист иоанн богослов говорит о том что кровь иисуса христа очищает нас от всякого греха а раз она очищает нас от всякого греха она дает нам вечную жизнь то есть нужно было приносить жертвы еще один один аргумент о жестокости ветхого завета кроме крови животных текла кровь людей и бог повелевает евреям истреблять языческие народы и когда читаешь это ну просто пугаешься бог говорит иди истреби тот город разрушь тот город истреби всех жителей этого города естественно как как это возможно давайте давайте попробуем ответить сначала как бы свете ветхого завета а потом свете нового завета и так почему бог повелевает евреям идти и истреблять этих этих людей потому что они грешили причем что важно смотрите бог дает еврейскому народу законы и требует их исполнения и очень строго наказывает если они не исполняют эти законы да но бог повелевает истреблять язычников которые не знают божественного откровения однако они имеют знание о том что правильно или неправильно в богословии вот это представление что хорошо и что плохо называется естественно нравственным законом и этот закон написан на сердцах у людей то есть как бы люди знают и вот господь судит язычников за то что они не исполняют даже этот минимум требований которые есть у них они опускаются даже ниже человеческого образа и господь посылает евреев для того чтобы наказать этих людей бог не посылает евреев с таким крестовым походом для истребления всех язычников нет только тех которые оскотинились которые забыли повеление божиих написано на их сердце и вот бог посылает евреев которые наказывают наказывает ли бог сейчас в новом завете да наказывает в евангелиях есть такие слова христа которые тоже могут шокировать давайте вдумаемся христос вспоминает падение одной башни которая упала на людей и придавила этих людей что говорит христос он не жалеет этих людей он из он говорит о том что если вы не покаетесь то с вами будет еще хуже или другой пример в той же беседе христос говорит шли люди несли свои жертвы на них на этих людей напали войны понти пилата и поубивали этих людей убива поубивали этих жертвы кровь людей смешалась кровью жертвы что говорит христос он говорит о том что если вы не покаетесь с вами будет еще хуже то есть бог наказывает тех людей которые не хотят каяться и если мы будем проводить такие параллели то мы увидим что те так называемые жестокости ветхого завета они есть и в новом завете почему потому что бог ветхого завета это тот же самый бог который бог нового завета внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и